На Полевскую ночь музеев Ираида Белоусова приехала издалека. Музей «Малахитовая шкатулка» стал рэперной точкой в сегодняшнем ее мини-путешествии по родному краю. Мы родом с Урала, выращены на сказках Бажова. И сейчас мы находимся далеко, живем в Ямало-Ненецком округе. Вот приехали и узнали, что будет такая, в день музея, в ночь музея будет экскурсия. Решили посетить. Что удивило больше всего? Больше всего, наверное, камни. Вот те, что нам показывали, красоту камней в увеличении. Вот это больше всего удивило. Малахитовая шкатулка, открывая свои двери перед посетителями, с первого мгновения погружает нас в мир бажовских героев. В этом году специально для Всероссийской акции в этом пространстве собрали уникальную коллекцию чеканок с изображением героев сказок. Чаще это все же хозяйка Медной горы. Вы заметили, что не только хозяйки разные, но и сам металл разный. То есть Медная гора хозяйка, она на меди, это очень символично. Но медь-то разная. Смотрите, здесь она зеленая, как бы мы ее не реставрировали, она остается зеленой. Тончайшая медь, которой очень сложно притрагиваться. Вот, казалось бы, чеканка, да? Вы никогда ее не рассматривали близко? Ведь иногда ее можно сравнить с фольгой, насколько она тонкая. Поэтому какое бережное отношение должно быть вот к этим хозяйкам. Экскурсия от Ирины Федосовой – это не просто рассказ про уникальные экспонаты, это еще и интерактив. Посетители музея становятся участниками различных активностей. Разгадывают секреты минералов, ищут изображения серебряного копытца среди предметов в витринах, сочиняют рассказы по творчеству Павла Бажова. Кругом столько мистики, понятно, что все это организовано, чтобы было интересно, чтобы пудить любопытство, чтобы ребятам, перебетишкам было интересно. Мне все понравилось. Вот этот шик и блеск, и вот эти вот белки, ну это создание не понимает, как это глазами вижу, а как это все устроено вот через лоб, это маленькая шкатулка. Это невозможно представить себе. Гостей интересует все, как собиралась коллекция, из каких географических мест прибывали экспонаты. Среди новинок коллекции, которая постоянно пополняется, вот эти книги, страницы которых сложены в технике букфолдинг. Вот вы здорово сказали, что это именно сложенные странички, потому что вот сейчас, если вы наблюдали, подходили все к этому экспонату, к двум экспонатам подходили, и недоумевали, а как это сделано, и никто не верил, что это сложно. Это вырезано, говорят. Я никак не смогла убедить людей, что это сделано именно техникой букфолдинг. Это сложенные странички. Представляете, насколько удивительные вещи делают современные мастера. Удивляет всех пришедших в малахитовую шкатулку витрина с новогодними игрушками. Руководство музея собирает эту коллекцию по крупицам. Мастера, владеющие технологиями изготовления подобных работ, живут в разных регионах страны, но их творчество пересекается здесь, в Полевском. На родине бажорских сказок. Я так давно уже хотела в этот музей попасть, еще в прошлом году, но здесь надо было по записи. Вот, допустим, игрушки делают. Мы уже в России давно не производим никакие игрушки. Но вот есть такие люди, которые возобновляют производство. Ну, мелкое, конечно. В эту ночь в музей приходили семьями. Елена Киселева пришла с внуками, считает, что подрастающее поколение обязательно должно знать свой культурный код, историю, гордиться тем, что они живут в Полевском. Вообще-то собрались во все музеи этой ночью, до самой ночи будем гулять. Ну, почему сюда, решила познакомить сначала, начать с этого. Они должны знать родной край, должны знать Бажова. И должны воочию посмотреть, какие мастера у нас на Урале есть, какие вещи могут сотворять своими руками. Этот год юбилейный как для Бажова. В 2024 году ему исполнилось бы 145 лет, так и для его произведений. В 1939 вышло в свет первое издание «Малахитовой шкатулки». Сегодня его книги переведены на десятки языков. Павел Петрович известен во всем мире. Нас просили очень много, покажите книги на иностранных языках. Никто не верит, что наши сказы читают во многих странах мира. Пожалуйста, доказательства. Болгария, Англия, Чехия, Финляндия, Германия. Сказы на иностранных языках. Музей открыт для всех. Если у вас есть желание познакомиться с творчеством Павла Бажова, спешите во дворец культуры Северского трубного завода в Петровский зал. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.